Блоги на дожде Все поля в белом целлофане китайских теплиц, пишет Илья. Скоро они у нас откусят пол Сибири и Дальний Восток, благодаря мудрой политике партии и правительства, резюмирует в комментариях Зартрейд. Блогер P.I.F. знакомит читателей с японской моделью Масака Мазутани. На первый взгляд в симпатичной и молодо выглядящей девушке нет ничего особенного, кроме возраста. Ей 43 года. В настоящее время Масака оставила модельную карьеру и стала домохозяйкой. У нее есть дочь, которой стукнуло уже 20 лет. Кстати, Масака ежедневно тратит на уход за кожей около 5 часов, уточняет автор поста. Она или ведьма пустоши, или у нее есть стареющий портрет, шутит Нотан Шкипер. Эта фотография 20-летней давности иронизирует Кораллио. Выглядит просто офигенно, но видно, что за 40. У японок просто лицо меняется несколько иным способом. Разбивает иллюзии и линейский. Самая главная тема благосферы – встреча Дмитрия Медведева с известными блогерами и гражданскими активистами. На ней президент рассказывал, что завел страничку ВКонтакте. А некоторые блогеры уже решили найти способ выкурить главу государства из социальной сети. Забавно, что его страницу не успели как следует отредактировать, и функция «пожаловаться на страницу еще активно», предлагая устроить флешмоб и забросать администрацию ВКонтакте жалобами. Делится идеей Дмитрий Волков. Вот, блин, заняться нечем, негодует патрон один. Отметил, как спамера. Вечно обещают что-то увеличить. Говорит, что зарплаты и пенсии. Шутит Эм Паршин. На этом у нас все. Обзор блогов подготовлен агентством гражданской журналистики «Ридус». В топы блогов неожиданно попал пост почти недельной давности, который до этого момента никто не только не читал, но и не комментировал. Речь идет о тексте пользователя Angry Russia. Она попыталась попасть в Большой театр, но натолкнулась на огромную мафию перекупщиков и плохую организацию продажи билетов. «Ужас какой! Как всегда у нас спасибо за пост!» пишет Берлиозова. Ситуация ужасная и, видимо, уже закономерная, потому что всех устраивает сетует Пекунова. Блогер Санджа Эду публикует красочный подробный репортаж с вручением первой кавказской интернет-премии «Прометей-2011». Церемония награждения проходила в столице, Чечне, городе Грозном. Оттуда и провел свой репортаж Эду. «Примите мои поздравления! Отличный репортаж!» комментирует Атомия. «Отличные фотки! И город, какой красивый!» восхищается Альфия. «Хорошая идея была с премией и молодцы чеченцы!» пишет Тамерсон. Неожиданно интересный пост появился в сообществе «Один мой день». Его автор Муму рассказывает о дне, проведенном в настоящем буддийском монастыре. «Меня зовут Мария и мне 34 года. Вообще, я живу в Лондоне, но свои обычные будни мне снимать откровенно лень. А вот когда уезжаю в самый раз, хочется взять в руку камеру. Поэтому приглашаю вас привезти со мной один день». Начинает свой пост Муму. «Ну и как впечатление от недолгой жизни в монастыре?» «В Лондоне, наверное, чуточку получше?» спрашивает М. Солодов. «Да, некоторые бытовые моменты меня слегка смутили. Зато потом начинаешь как ребенок радоваться маленьким радостям цивилизации. Горячей воде, например», отвечает автор поста. «Мне бы хотелось где-то пожить в таком месте с недельку хотя бы. Но у вас там что-то очень людно, что ли, было», резюмирует Лим. На этом у нас все. Обзор блогов подготовлен агентством гражданской журналистики «Ридус». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова